Спасибо вам всем, что вы пришли сегодня, вообще за поддержку огромную, когда меня избрали, на самом деле это отдельная история, это теория игр чистейшей воды, как это все происходило и как математика попадает в секцию по экономике. Но все-таки занимаюсь я теорией игр, которая находится на стыке математики и экономики, и экономисты часто ее считают своей наукой, но при этом она чрезвычайно сложная с математической точки зрения, сложная, смешательная, красивая. То есть это действительно ситуация межпредметная. И когда избрали, в июне из Адыгии поступило такое количество звонков и писем, которое было сравнимо со всеми остальными вместе взятыми. Ну, там, может быть, немножко меньше, чем остальные. Может быть, скажем, пара сотен отсюда и еще там пять сотен из других мест. Масштаб примерно такой. Так что спасибо, я чувствовал поддержку, что за меня здесь поделят. Ну что же, это, собственно говоря, лекция про ту область теории игр, ну и математической экономики, которой занимаюсь я. Но я буду в основном рассказывать не про свои собственные результаты, не про свой главный результат. Про него я скажу в конце, немножко вкратце. Мне было сказано, что все-таки много математики выписывать не стоит, поэтому я тогда на пальцах постараюсь изъяснить собственный результат. А пока я хочу рассказать в целом, что это такое за теория, да, что такое экономический механизм. Вообще, на самом деле, примеры, которые вы сейчас увидите, не очень понятны, при чем тут экономика. Экономисты, они обладают таким империалистическим взглядом, они все под себя, как сказать, подминают. Политика, это тоже экономика у них, социология, решение преступника, значит, о том, совершать преступление, это тоже сегодняшний конвейер, это неоэкономика, это неоклассическая теория в экономике. Вот, все это, все, любые ситуации, где люди рассматриваются как самостоятельные акторы, да, как люди, которые принимают собственные решения, что мы не можем взять человека и заставить, там, иди туда, иди сюда. Вот, когда мы можем заставить, это как бы не приписывается к современной экономической теории. А если у людей остается какая-то свобода действий, и мы лишь для них правила игры, да, строим, то это уже называется экономика. Ну, в частности, это относится к теории экономических механизмов. Ну, вот сейчас мы посмотрим на пример. Я хочу поблагодарить Сашу Пилатова, хорошо знакомого уже в Даги и многим, да, который сюда приезжает тоже, наш большой друг. Вот, мы вместе с ним, так сказать, на пару подготовили презентацию. Потом я в конце скажу еще, у нас книга вышла этим летом. Ну, пример, вот, смотрите, значит, пример относится к спорту, но иллюстрирует идею, что такое экономический механизм, и какие проблемы и ловушки стоят на пути исследования этих механизмов. Значит, Кубок Карибского моря, 1994 год, футбол, вводится дополнительное правило, которое, ну, как бы, по задумке тех, кто его вводил, оно будет приводить к гораздо более средней игре. А правило состоит в том, что гол, забитый в дополнительное время, считается за два. То есть, если за 90 минут не разыграно, чтобы кто-то победил, то, например, 2-2, да, они выходят, 1-1, 2-2, 2-0, выходит дополнительное время, и гол, забивая дополнительное время, считается за два. На данный, на исход данного матча это никак не влияет. Это понятно, да, то есть, как бы, на команду, которая его забьет, да, и победит. Но дело в том, что она влияет на то, что происходит дальше, какие позиции занимают команды в группе, потому что гол, защитный за два, если равенство очков сравнивают, ну, кто футбол любит, знает, да, как сравнивают дальше по разнице забитых и пропущенных мячей, да, ну, там, личные встречи тут часто тоже бывают одинаковые, дальше за разницы забитых и пропущенных мячей. И вот тут начинает это правило играть, да, вот это вот гол, забитый за два, начинает влиять на исход, в частности, какая команда попадает выше другой. И вот происходит следующая ситуация. Внимание! Последний матч в группе. Барбадосу нужна победа с разницей минимум в два мяча. Иначе он не выходит в финальную часть соревнования. Он оказывается ниже первых двух строчек, которые выходит. А Гренаде достаточно проиграть с разницей в один мяч. Она выходит тогда. Ну, и вот происходит следующее. Барбадос, он выигрывает со счета 2-1 за пять минут на финальной середине. Это его не устраивает. Понятно, что дальше происходит? Поднимите руку, кто понял. Забивая голову в свои ворота. Но это еще не все. До конца матча остается несколько минут. Что делает Гренада? Она забивает гол в свои ворота. Она пытается это сделать, но Барбадос не дурак. Пять. Пять мячет. Барбадос встает стеной в ворота Гренады. Они бегут туда. Там забивать. Там это ладно, тогда мы сейчас выиграем. Там они тоже встают стеной. Половина команды Барбадоса защищает свои ворота, половина защищает ворота Гренады. Чтобы не дать ей забить ни один гол, ни в одни ворота. После чего действительно ничего не получается. У Гренады Барбадос выходит дополнительное время, забивает этот вожделенный гол, стоящий два мяча, и выходит следующий. Правила золотого гора, гола отменено навсегда. Вопросов нет, да? Это экономический механизм в спорте. То есть идея какая? Что когда вы выдумываете правила, вы должны представить себя на месте тех, кто по этим правилам будет играть, и представить себе, как именно они будут действовать. И сейчас будет целый ряд еще примеров. Значит, пример номер два со странным названием разведения домашних крыс и кобур. Относится к двум ситуациям, абсолютно зеркальным, которые произошли. Одна во время колониального правления Англии в Индии, примерно сто лет назад. Другая во французском Вьетнаме, чуть позже. Значит, в одном случае развелось очень много крыс, это во Вьетнаме. В другом случае кобра, это во Индии. И колониальные власти, и там, и там, просто вот совершенно по одинаковому сценарию действовали. Они стали давать небольшую денежку за каждую сдавную убитую, значит, эту тварь. Ну, местное население радостно все бросило и начало разводить. В одном случае крыс, в другом случае кобры. Ну, и сдавать, конечно. Конечно, тоже развелся дома, грохнул, сдал. Новая подросла, грохнул, сдал. Вот, пожалуйста, механизм, значит, экономический механизм действия. Следующий пример тоже негативный. Тут вообще интересно, что в теории экономических механизмов первое, на что вы наталкиваетесь, это что, если вы не очень хорошо подумали, то то, что вы придумали, будет хуже, чем то, что было. Понятно, да, идея? То есть, вот вы хотите туда, а идете вы туда, причем строго туда. Я приведу пример физтеха. Это совершенно невероятная история. Ну, вроде бы, ну, не могла произойти в месте, где находится лучший вуз мира, но, тем не менее, она произошла там. Значит, было так устроено все. Давайте я заодно попробую переключиться, чтобы нарисовать этот потрясающий пример. Так, сейчас там, еще раз там, да? Вот сюда. Вот. Значит, как устроен физтех? Физтех устроен так. Это улица Первомайская, это Икать, вот здесь, это важно, вот здесь Москва. Вот тут учебные корпуса, кто был, знаете это, тут общались. Вот. Значит, соответственно, ну, утром, как бы, такой, ну, получается, граф такой, да, корреспонденции из овчак в учебные корпуса, да, где-то около девяти, студенты в хаотическом порядке бегают через эту дорогу, вот, каждый на свою пару. Такое сильное-сильное движение вот туда-сторону, ну, а обратно, когда вечером, то назад, все. Ну, и в какой-то момент, ну, новый какой-то муниципальный чиновник, что ли, в общем, он подумал, что вот это нехорошо, бегают, как курицы, туда-сюда, через дорогу. Ну, а дорога какая? Дорога идет в Москву, понятно, да, что утром в районе девяти здесь очень плотное движение. И, ну, не то, чтобы это была прям какая-то безумная магистраль, это не Дмитровское шоссе, но, тем не менее, тем не менее, довольно много народу оттуда едет здесь в Москву. Ну, и как-то это все решалось, тут была пробка метров пятьсот, ну, может быть, даже триста метров, допустим, была пробка, ну, триста-пятьсот метров. Ну, и они метленно так проползали, минут за десять-пятнадцать в общем проползали. То есть, ну, человек бежит, машина приостановляется, человек бежит, машина приостановляется, да? Ну, вот как-то так. И что же делает чиновник? Он говорит, сделайте по-человечески один пешеходный переход. Все. Все, чтобы ходили сюда. В результате, в результате, все идут сюда, а потом расходятся по своим зданиям. Без 15,9, по 9 часов 15 минут, вот в этот промежуток времени, движение полностью блокировано. Вообще. Измеряли до трех километров пробку, до залива, до Водниковского залива. То есть, все полностью встает. Вообще. Ну, потому что поток выше. Как-то я одного из студентов попросил, он насчитал в среднем одну машину в минуту, она так дико гудя, вот так, как сказать, ну да, раздвигает с собой идущую толпу, вот так, раздвигает ее с собой. И потом едет дальше. Ну, потом, слава богу, это недолго было. Я там еще выступил, там смеялся по всем своим средствам массовой информации. Очень быстро сделал здесь светофор после этого. И сейчас стало все хорошо. Ну, то есть, как бы, было, ну, было как-то, стало очень плохо, потом, ну, как бы, светофор уже решил проблему вполне нормально. Вот. Такая типичная ситуация, да, то есть, ввели плохой механизм, подумали, ввели нормальный механизм. Нормальный механизм – это светофор, конечно. В этой ситуации. Так, я хочу, ой, блин. Ладно, вот так. Так, следующий пример, он довольно показательный. Он и пример хороших механизмов, и пример плохих одновременно. Примерно в 1929-2000-х годах, вот на рубеже этих двух лет, по всем странам Европы, где-то в 30-40-50 странах мира, произошли аукционы частот мобильного спектра. Что это значит? Ну, это значит, что государство продало лицензию конкретным сотовым компаниям на выполнение мобильной связи, на то, чтобы они… Вот, это был момент, когда количество людей, пользующихся телефонами, уже достигло, ну, таких серьезных масштабов, типа, 20-30% населения, и дальше, естественно, было понятно, что это будет расти до 100 почти. Ну, и, как бы, рынок внезапно в этом месте возник огромный рынок, по денежному выражению, там, много миллиардов любой валюты. И вот, значит, государство стали продавать эти частоты, частотные диапазоны, с аукционов стали продавать. Первый аукцион прошел в Англии. Им руководил Клемперер и Майерсон. Майерсон – будущий Нобелевский член-либоуреат, собственно говоря. Вот. Ну, Клемперер тоже знаменитый, совершенно знаменитый ученый в области теории аукционов. И они там очень все продумывали, продумывали уже нельзя что. Там было, значит, было четыре больших сотовых операторов и много-много мелких. И вот нужно было понять, сколько лицензий государство английское должно выдать. Сколько. Ну, вот там были разные идеи. Там была идея выдать столько, сколько их есть, четыре, да, больших. Была идея выдать меньше, чтобы они между собой комплировались и заплатили в результате большие деньги на аукционе. И идея выдать больше, а одну выдать пять, чтобы как бы снять еще дополнительный маршрут мелких фирм. То есть, чтобы одна из мелких получает большую либу. Ну, и вот последствия, значит, они обсуждали. Но про четыре было сразу все ясно. Если вы выдаете четыре лицензии четырем большим операторам, происходит внутренний сговор, причем вы совершенно не можете его проконтролировать. Вот этот вот вопрос контроля сговора, когда происходит аукцион, вопрос контроля сговора – это самый сложный вопрос из всех практических вопросов реализации аукционов. И до сих пор до конца это никто не понимает, как делать. Один раз в Америке был сговор, в котором ставка заканчивалась на номер того лота, который эта фирма предлагала отдать той, если она сойдет со соревнований здесь. Писали – семьсот тринадцать, да, так говорит – восемьсот. Это восемьсот тринадцать, девятьсот. Все еще это там в три раза в четыре меньше, чем реально то, что собирались на этом аукционе собрать. Так говорит – пас. И на тринадцатом моте это сразу говорит – пас. Чистый сговор, чистой воды. Вот попробуй докажи. Доказали в суде. Как доказали? Господа присяжные свидетели. Вам всем очевидно, что был сговор? Да, всем. Суд завершал. Вот так, да. Бывают такие ситуации. Ну да, они обе пошли на большие штрафы. В Америке это признали за доказательство. В этой ситуации признали, что это достаточно. Вообще, сговор с ней не очень трудно. Это в данном случае было понятно. Но так, при том, что прослушивают все телефоны до этого, там, ну, все на свете, но все равно. Поэтому четыре было сразу понятно, что нет. Либо три, либо пять. Три означает, что эти четыре будут грызть друг друга, но все остальные попадают. Пять означает, что из-за четыре понимают, что они попадут, но они не могут расслабиться, потому что одна из последних войдет в высшую лигу, и она как бы вот своими церковными решениями в процессе аукциона, она подталкивает этих четырех тоже лет. Приняли последний вариант. Дали пять. Один из сотовых операторов вошел на этот рынок, получил лицензию, так сказать, этот билет в высшую лигу. Собрали. Например, эта сделка собрала 600 долларов на каждого жителя Великобритании, включая младенцев. Типа объявлялся, что самая великая сделка всех времен народу, что такое. Но потом пошли в других странах такие же опционы, и там рекорды в некоторых случаях были перекрыты. Но дальше, дальше, следующий шоу в Швейцарии. Швейцария не потрудилась нанять теоретику игроков. Не буду поднимать цену людям своей профессии. Но закончилось все тем, что было 20 франков на гражданина Швейцарии. Цена сделки. То есть, было примерно в 25 или 30 раз меньше. Ну, полный провал, короче, просто бесплатно. Фактически, да, это бесплатно. Но надо понимать, вот здесь надо понимать, здесь не всегда говорят, что в результате в Англии гораздо дороже была сотовая связь, чем в Швейцарии долгое время. То есть, так что английские, получившие лицензию английские фирмы, они вынуждены были отбивать эти деньги. То есть, государство на них переносило, а они потом на людей. Поэтому окончательная оценка любых экономических решений всегда глубоко не очевидна. Это вот то, что надо понимать, то, что я всегда говорю, и то, что на самом деле экономисты, в принципе, не очень любят говорить. То есть, что вот это вот есть «on the one hand», «on the other hand», с одной стороны так, а с другой стороны и по-другому. И нужно, там, иметь какое-то погружение в ситуацию, чтобы понять в конечном счете, какой из факторов окажется более важным. Извне это понять невозможно. Поэтому, как бы, вот у нас 140 миллионов любителей рассуждать об экономике. В нашей стране еще 7 миллиардов примерно, а у нас только на Земле все специалисты, все знают, конечно. Вот, но надо понимать, что здесь ничего, сколько-нибудь содержать, но невозможно сказать, не изучив ситуацию до этого, много-много-много лет подряд не изучая. Налоговая политика. Ну вот обсуждение. Я поступил на этом обсуждении, на семинаре соответствующем был. Обсуждение. Так, сейчас. Отчистить все. Отчистить все. Это что нажать? Кто поможет? А, вот, отлично. Значит, у нас налоговая шкала устроена вот так, и это 13 процентов. Но обсуждается, что это плохо, надо собираемо, надо больше, и кроме того для бедных это очень много. Ну и Геннадий Андреевич в думе предложил так. Ну и так. Ну 25, например. Ну и там чуть более сложно. Скажите, пожалуйста, что, скорее всего, бы произошло. Я не говорю, что это точно произойдет, но просто исходя из предыдущего опыта, особенно 90-х годов, мы примерно это можем представлять. Ну, все не понимают даже. Все могут догадаться, что, скорее всего, бы произошло. Произошло бы то, что у каждого есть кун, сват, брат, теща, тесть, друг тещи, друг тестья там. И весь бизнес, который вот сюда должен попадать, дробится на три части, и они все влезают сюда. На четыре части, кому нужно, на сто частей, если хороший план серьезный, да, есть. Ну и, короче, экономика просто получает вместо 13 процентов 5 процентов. И все. Я это привожу в аргументе. А мне говорят, ты просто не любишь бедных людей. Я говорю, да нет, я на самом деле очень люблю бедных людей. Но только в данном случае, я говорю просто в амексимных вещах, не это самое. Вы получите это и соберете налоги. Вот как раз бедные люди не получат ни зарплаты, там, в бюджете, ничего. Вот. Ну, в общем, я, например, нисколько не против вот такой системы. Это совершенно нормально. 13, там, например, 20. Ну, кто-нибудь не спрятался, те получат 20, они смогут сюда вот. Но если даже все перезапишутся в 13, ну, ничего плохого не произойдет. Эта система устойчива к стимулам неправильного, негосударственного поведения. А это неустойчиво. И в этом есть их разница большая. Вот. Поэтому, да, можно поднимать шкалу для очень богатых. И прям следить за каждым их шагом, за всеми кумами, сватами и так далее. Это можно. Но ни в коем случае не начинать ниже 13-ти. Это будет, ну, я вот против. 13-ти там не очень много. Так, ну, собственно говоря, вывод, да, понятия совершенно. Что? Ну, если с другими странами сравнивать. Практически на минимуме всего. Вот. А так? Так, конечно, да, есть. Ну, там, смотри. Смотри, открытки еще тогда. Так. Еще один пример механизма. Вот, так сказать, ну, точнее, необходимости в механизме. Вот у нас есть такая ситуация. У нас есть парковка, есть пенсионер, который на машине ездит два раза в год на дачу, есть домохозяйка, который ездит два раза в неделю за продуктами, есть служащий каждый день ездит на работу туда-обратно, и бизнесмен, который непрерывно кончает, значит, с утра и до ночи, там, без выходных, и станет совершает. Вот. Вопрос. Кому достанется это парковочное место, если нет правил регулирования? Пенсионеры. Ну, понятно, что пенсионеры, правда? Он подождет, пока все эти сварьи занятые, да? Особенно, там, хозяйка дождется несколько дней, она тоже уедет, все три уехали, он запасывает туда свою машину и спокойно ждет момента, когда он поедет на ней на дачу через полгода. Ну, не очень хорошо, так как бы, вроде, у нас, конечно же, пенсионеры в большом почете, но, наверное, понятно, что эта ситуация не очень эффективна, да? Лучше все-таки договориться, что он будет держать машину какую-нибудь еще, и раз-два, значит, два раза в год за ней приходить. А здесь она будет стоять, ну, тому, кому, по идее, она больше всего нужна. Ну, и вопрос, как это сделать, да? Как эту ситуацию исправить? Ну, и тут вот этот вопрос открыт ключевым, тут много обсуждений, да? То есть, если, например, вы пытаетесь плату за браковочное место установить какую-то, ну, в каких-то пределах, возможно, будет решение правильное, но если вы не угадали с платы, и ее, например, никто не будет платить, тогда что произойдет? Тогда как бы даже и пенсионер не поставит, тогда вообще никому не достанется это место. Получается, вы ввели плату, а ее никто не воспользовался, и всем стало хуже. Ну, по крайней мере, так сказать, одно похожее место было, а его теперь нет. Ну, обычно в таких ситуациях экономисты советуют аукционам, как это, прописывают такое лекарство, как аукционам, то есть проводятся аукционам. Ну, понятно, что вот в этой вот модельной ситуации никто не будет устраивать аукционам, но в целом, когда нужно выяснить, кому что-то, когда изначально непонятно, кто пенсионер, кто не пенсионер, то есть когда ситуация не модельная, а реальная, то там непонятно, кому что-то больше нужно, кому этот предмет больше всех нужен, тогда, конечно, лекарство – это аукцион, но вот еще раз я напоминаю про сговор, как серьезное препятствие на пути реализации аукционов. Так, ну вот, собственно говоря, стимулы, да? Экономические механизмы – это наука про стимулы людей. Мы должны их правильно угадывать. Когда мы придумываем какой-то механизм, когда мы конструируем механизм, мы должны угадывать стимулы людей, участвующих с нами потом вот в этом механизме, да, в его розыгрыше, вот. Ну и там типичный пример есть такой. Вот, кажется, если построили новую дорогу, да, ну тогда пробок будет, конечно, меньше, да, ну понятно, станет более широкая дорога. Ну вот не совсем это верно, потому что люди, которые в данный момент выходят, садятся в общественный транспорт, когда построят новую дорогу, пересядут на машину. И очень быстро эту дорогу тоже все заполнят. То есть, как бы, увеличение ширины дороги, это хорошо видно на Садовом кольце, которое уже сей порвалось в каждую сторону, пробки все равно и ныне там, уже это все настолько подпорвалось к домам, это уже дальше не расширяемо. И, соответственно, идея какая? Да, если меньше пробок, то больше становится машин. Вот, потому что все видят, о, как классно, стали открытые улицы, мы берем за ним все на машину. Больше машин – сразу больше пробок, да, получается. Меньше пробок – значит, естественно, будет больше пробок. Вот такая вот связь, да. То есть, пробки всегда будут, короче говоря, если математически говорить. И здесь нужны какие-то механизмы. Ну вот, разные города реализуют разные механизмы. Лондон реализует просто плату за въезд в центр города и все. То есть, если тебе очень нужно, ты платишь 1000 рублей, переводя на наши деньги сегодня, и едешь туда. Спокойно, значит, по улицам без пробок. В Сингапуре другая ситуация. Там, как бы, такие лицензии, да, лицензии на личный транспорт. То есть, можно купить, причем цена какая-то совершенно безумная, цена, по-моему, за пять лет, переводя на наши полкона миллиона рублей, если я не ошибаюсь, просто право на то, чтобы иметь личный транспорт. То есть, за пять лет вы платите, грубо говоря, как за три машины, что ли. Просто за то, что вам город разрешает иметь машину. Ну, тоже никаких пробок нет в результате. Ну, это всегда, там, всегда есть недобойные, всегда есть, там, кто-то защищает эти правила, кто-то их, наоборот, очень сильно проклинает, да. То есть, окончательная оценка всегда сложная. Но московское правило мне, честно говоря, нравится очень сильно. Московское правило, это, как бы, какие моменты? Умеренно платные парковки, перехватывающие метро, у станции метро. Это входные полосы для общественного транспорта, да. Если вы едете на автобусе, вы проедете по Щелковскому шоссе без всяких проблем. По правой полосочке сразу же туда на Преображенку. А если вы на машинке едете там, о, не приведи Господь. Особенно в понедельник утром. Это просто пара часов, такое стояние непрерывного. Вот. Ну и, значит, это самое. Ну и, там, в Москве еще момент. В общем, главные два момента именно такие, что это выделенная полоса и плавные перехватывающие парковки. И надо сказать, что за последние, там, 3-4 года, безусловно, в Москве стало значительно лучше с пробками ситуация, чем она была. И, наверное, это единственный город в России, который исправился с пробками пробок. Ну, то есть, вот, там, про Питер, про раскопы вообще молчу. Ну, здесь ситуация немножко связана с тем, что много приезжих сюда, в эти края. Ну, вот Питер, Воронеж, Тюмень, все стоит, все стоит. И иногда даже, как бы, видно, что они ничего не делаются. Ну, вот, скажем, идет большое загруженное шоссе. Зеленый свет, проезжаешь 300 метров, он уже красный. То есть, даже вот эту зеленую волну, да, идею зеленой волны, совершенно никто даже не рассматривает. Ну, то есть, как бы, тут, в данном случае, речь идет, скорее всего, о низкой культуре, о территориях чиновничьего аппарата. Ну, вот, так или иначе, это приводит к тому, что пробки есть, и всем, как бы, пофигу, все. В Воронеже просто развязка, совершенно безумная развязка, каждый день съедает 40 минут жизни у всех, кто в нее попадает. Вот, и, кажется, просто, там, один светофор чуть-чуть подкрутить. Нет, потому что это требует адского, там, миллиона согласований, где-то с кем-то подвисления бумаг и т.д. и т.д. В общем, воронежцы предпочитают терпеть. А это Нобелевские лауреаты 16-го года. А почему именно они? На самом деле, за теорию его конструирования механизмов Нобелевскую премию давали, эдак, раз 8 за всю историю. И это просто, когда было конкретно сказано за проработку теории контактов не о классической экономике, это за ту тематику, которой занимался я. Это вот, когда я перейду к обзору, там, ну, к основному своему, там, достижению этого среднедавности. Это вот прямо про то, значит, это этот самый, господи, ну, что здесь все написано? Это Оливер Харт и Бенгт Холмстром, вот этот Бенгт Холмстром, это Оливер Харт, они получили в 16-м году. А вот весь лист, огласите весь лист, пожалуйста. Значит, это Нобелевские премии, полученные так или иначе за теорию механизмов. 1996 год, Мерлис и Викри. Мерлис за модели оптимального налогообложения, что есть теория механизмов, как мы уже обсуждали. Викри за аукцион второй цены. Премия Викри за аукцион второй цены – это Нобелевская премия за рассуждение длиной в один абзац. Это теорема о том, что аукцион второй цены реализуется в доминирующих стратегиях поведения. То есть каждый, кто участвует в аукционе второй цены, не должен оглядываться на решения других. Эта ситуация уходит из, как бы, контекста игровых, превращается в ситуацию чистой максимизации. То есть что такое аукцион второй цены? Ну, вот я там взял, достал какую-нибудь фигню и ее продаю. Ну, показал там всем, не знаю. Картина, нарисованная нерто, как в Нествянке, на Байкале. Кто хочет прости, но картина нарисованная нерто. И дальше каждый конвертик запечатывает, сколько он готов заплатить за это. И я собираю все конверты, вскрываю их, определяю победителя. Именно тот, кто больше всего, которому заплатить, он будет победителем. Но он заплатит не столько, сколько он написал, а вторую сверху цену. То есть из остальных конвертов, кроме него, я выбираю самую максимальную. И именно эту цену будет платить победитель. И вот эта система оказалась гораздо более приспособленной к реальным аукционам. Все, что вот в Яндексе, там продаются рекламные места на экране, это все аукционы второценные. Сейчас практически все аукционы второценные. Потому что вот Викрии там доказала у вас стратегические свойства эти, что человек, принимая решения, не должен следить за выборами остальных, они не влияют на его максимизированную величину. Нобелевское премия за этот результат. 2001-й, хотя Лоб, Смель, Стиглиц, информационная симметрия, которая присутствует во всех моделях теории механизмов, обычно, ну как бы, одни люди не до конца осведомлены о целях других людей. В чем суть вообще, да, теория механизмов? Мы чуть-чуть примерно расставляем, как бы, задачи, но не до конца. И мы там моделируем это как вероятностные распределения какие-то. Вот, но вот это вот проработали вот эти три ученых. Модель, и они же модель лимонов, автомобилей поддержанных. Это их вот знаменитый результат. Почему автомобильные, почему нет рынка поддержанных автомобилей? Потому что сверху не видно, поддержан ли он или нет. И получается, что цена должна усредняться среди всех автомобилей, внешне выглядящих вот так. Часть этих будут отличные, часть очень плохого качества. Но при этом понятно, что если цена на рынке складывается единая, то те, у кого были отличные, они выбывают, они не несут свои автомобили продавать. Несут только те, у кого плохие. Но тогда цена, значит, будет усредняться среди тех, у кого плохие автомобили. Тогда она будет еще ниже. Тогда еще больше будет выбывать с той стороны, и в результате оказывается, что рынок схлопывается, его просто нет. Но вот этот давно существовавший эффект был чисто математически объяснен вот этими гражданами, и они получили Нобелевскую премию спустя вот какое-то время. В 70-м году была и статья, в 2001-м Нобелевская премия. Когда? Через 30 лет. Это, кстати, очень маленький промежуток между результатами Нобелевской премии. Стало понятно, что это действительно великое достижение, которое просто поменяло идею моделирования, и к жизни было очень применимо. Тут важный тест, что в каждом случае, когда дают Нобелевскую премию, имеется в виду, что все ученые и практики договорились о том, что эти результаты действительно применимы к жизни. А вообще модели там миллионы, а к жизни применимы там несколько сотен максимум. Вот. То есть здесь отбор очень серьезный. Когда говорят, что экономика вообще к жизни не применима, и это верно в среднем, но про самые лучшие там несколько сотен моделей, это неверно, а именно они делают погоду. То есть тут вот такое соотношение. Если вы начинаете заниматься теоретической экономикой, скорее всего, вы занимаетесь в том. Но есть маленький, наверное, что нет. Так. Дальше. Ауман, Шеринг. За концепцию сильного равновесия, о которой будет речь чуть ниже. Что такое сильное равновесие? Это равновесие устойчивая коалиция. Это то, чего не получается достичь теории аукционов. Потому что если аукцион, любой аукцион, любым коалиционным действием сводится на нет. Но бывают ситуации, когда даже несмотря на возможность кооперироваться, можно чего-то достигнуть. А бывает, что мы требуем решения, в котором кооперация не может быть получена, потому что равновесие выглядит так, что даже коалиционно его невыгодно нарушать. И вот такие сложные, очень редко встречающие ситуации называются сильные равновесия. И разработавший их Роберт Дауман, собственно, до сих пор он жив, ему там 90 с чем-то, получил Нобелевскую премию. Ну и Шеринг вместе с ним. Так, Гурвич, Маскин, тут пропущено N, и Майерсон, здесь просто явная формулировка была создания основ теории аукциональных механизмов. Майерсон получил Нобелевскую премию за три великих теорема теории аукционов. И вот. Вот. 2013-й Шепли и Рот – это море ежи. Это задача об устойчивых системах бракосочетаний, так называемая, которая, ну, она довольно смехотворно звучит математически. Там есть множество невест, множество жеников там уже нет, и они потом не разводятся. И всегда при любых начальных данных это возможно. Надо довольно смехотворно звучит, но, тем не менее, это имеет прямое непосредственное применение к тому, что студенты, ну, школьники, покидая школу, должны пойти в вузы. Вот. Ровно, там, проблема, которую российское руководство думает, которое в этом году это провалилось все из-за этих вот, там, многочисленных, возможностей многочисленного переключения. В этом году в результате, там, обжегшись на горячем, дадут на холодное, оставили только одну волну. В общем, эта задача, в принципе, имеет практическое решение. Практическое решение через вот эту теорию аукционов. Но на практике, естественно, овраги, там, в принципе, есть разработки, как эти овраги преодолеть. Возможно, даже через два или три года ее в России запускать. Посмотрим. Вот. Наконец, вот шестнадцатый год, Ольга Харк и Бенг Холлнстром за проработку теории контрактов в неоклассической экономике. Что такое неоклассическая экономика? Это предполагается рациональность экономических агентов. Это тоже довольно тонкое предположение. Кто вам сказал, что экономические агенты ведут себя рационально, что-то там вообще максимизируют, а не действуют от, не знаю, от балды, например. Стал левой ногой, правое ухо почесал, что-то сделал, и все. Вот. Если вот такие люди, то экономические механизмы не работают. Это прекрасные люди, такие как бы, ну, нерациональные, непредсказуемые. Но экономика с ними ничего сделать не может. Поэтому экономисты пытаются вести курсы, в которых там рациональное мышление как-то внедрять там. Ну и, наконец, в 2020-й Милгер вывелся за совершенствование реакционов и изобретение их новых правов. Тоже я бы не видел. Вот. Теперь, собственно говоря, чуть более, чуть мы немножко сузим. Да? Мы теперь говорим конкретно о механизмах контроля и наказания. В каких ситуациях это возникает? В тотальном плане от налогов. 1996-й год, 1995-1996-й. Никто вообще в России никто ничего не платит государственным государством. Все уходят от налогов. Примерное такое, первое приближение. В Центральный экономико-математический институт поступает заявка от починка, который когда был этим самым налоговым руководителем. А, значит, запрос разработать правильную схему налогового снижения, снижения за, значит, сбором налогов, при котором у них не будет стимулов припрятывать все, хотя бы все. Первая задача была такая, давайте соберем хоть что-нибудь. и дальше, значит, были там, были переговоры, были какие-то, было общение между, значит, цимичными профессорами, у которых я тогда был, так сказать, маленьким учеником, я все это видел. первая, ну, такая, элементарная идея, типа, что вот вы наказываете самого наглого налога укрывающего, да, не работает, потому что, если все они самые наглые, все до единого, ни одного рубля в казну не ведут, то все равно наказание будет совершенно случайным, и недостаточно для того, чтобы их предотвратить от такого поведения. Ну, и дальше вот стала, одна из глав моей диссертации была посвящена этой теме, а именно разработка правил наказания за укрытие налогов при условии возможности сговора между людьми, который их сдает. А сговор там был гарантирован. Вот. Поэтому было очень важно, чтобы правила были устойчивы к сговору, чтобы он не был возможен в силу внутренних причин, в силу того, что он не выгоден кому-то из, ну, потенциально входящих в коалицию. Дальше. Загрязнения, дальше среди. Допустим, у нас есть несколько там, вокруг большого озера несколько заводов, и они сбрасывают там отходы, есть правила, но они их нарушают, пользуясь тем, что проверка приходит редко. Как организовать вот эти визиты, да, объявив их чистоту, предварительно прям объявляем, что вот чистота визитов будет связана с замерами, которые мы делаем. Замеры сделать просто и дешево, визит сделать очень дорого и трудно. Ты делаешь замер, ты вычисляешь на самом деле, сколько он загрязняет, но чтобы наказать, нужно провести большую сложную процедуру, она стоит дорого, и, соответственно, нужно так написать вероятности ваших визитов, чтобы у них были стимулы бояться даже вероятности посещения, и, соответственно, выходить там на уровень какого-то приемлемого загрязнения. Дальше, меня позвали с консультацией на завод в Череповце, в Северсталь, завод. Там происходило воровство меди в всех цехах, и одновременно уже затяжное, больше ничего не скажу, там дальше идет секретность. В общем, так же прекрасно сработали эти механизмы, которые до этого были для налога, но немножко, правда, каждый раз, когда вы работаете с конкретной проблемой, всегда, никогда не бывает, чтобы то, что вы делали где-то, непосредственно прилагалось к тому, куда у вас были сейчас. Это всегда, вы входите в суть дела, пытаетесь, на какое-то состояние стало ясно, что они поняли, о чем речь, и дальше будут уже сами разбираться. Дальше, от унынивания, от работы, вот это такая динамическая постановка, но это скорее, вот если предыдущая ситуация абсолютно реальная, просто, это жизнь, то здесь это ситуация, которая, ну, это модель, модель для, там, многих возможных жизненных экспериментов, что люди приходят, и как бы первое время с утра они сидят в каких-то соцсетях вместо того, чтобы работать, ну, начальник может посетить им какой-то момент времени, и всех, кто в этот момент, всех, кто в этот момент занимался, он может наказать. Тогда, как бы, в этом случае он отслеживает, да, что он отслеживает, он отслеживает тех, кто выбрал отлынивать больше, чем заданный процент. Вот он пришел, например, через два часа после начала рабочего дня, а всего восемь часов. Значит, он вымерет и накажет всех, у кого кто выбрал для себя отлынивать от работы не менее, чем на двадцать пять процентов, даже более, более чем на двадцать пять процентов. Вот кто, там, кто внутренне считал, что он будет дальше, не бояться еще там до семи часов, и те, кто будет через три часа, да, выйдет на нормальный режим, он их не различает, придя через два часа. Вот это очень важно для дальнейшего. Вот. Так, ну и вот в эту сторону, сейчас я буду продолжать. Хочу все-таки про механизмы рассказать, чуть подробнее про эти примененные. Значит, вот такая веселая история. Это турникеты, это случайный снимок, как человек через них перелезает в городе Москва. Ну, это старинный вид турникетов, сейчас уже мало где остались такие вертушки. Ну, вот когда-то было вот так, сейчас там такие стекла, и стекла надо, ну, там, через стекло, это так довольно, ну, спортивную форму, примерно начиная от моей, надо идти выше, чтобы как-то прыгнуть, быстренько пробежать. Вот. А раньше это довольно просто перешагивалось. Ну, и очень типовая ситуация, которая много раз наблюдалась на вот этих станциях-переходах, когда с метро на электричку пересаживаются, в Москве. Значит, очень типовая ситуация, стоит один охранник, и 15 или 20, значит, бомжеватого вида, или просто там, каких-то разгильдяйского вида, человек, явно собирающийся прыгать. Но, как кто-то подходит, турникетов, тут же охранник его, значит, типа, а ну-ка это самое, да, и он отходит. Кто-то еще подходит, охранник опять, значит, бросается, ну и вроде как получается, что никто не идет. А потом едет электричка, и что происходит? Все сразу. Угу. Все сразу. А охранник-то один, он охранник только одного. Угу. Угу. Получается, что в этой ситуации есть два равновесных шаблона поведения. Или, как мы говорим, два равновесия панешу. Равновесие панешу, это как бы самозабывающийся прогноз. То есть я пытаюсь спрогнозировать, как действуют остальные, и в соответствии с моим прогнозом принимаю оптимальное для себя решение. И оно оказывается ровно тем, которые про меня прогнозировали все остальные. В данном случае есть два равновесных сценария. Просто два, и невозможно понять, какой реализуется. Первый прогноз состоит в том, что не прыгает никто. И если все верят, что никто не прыгает, то никому и невыгодно прыгать, потому что если он попытается, он будет как раз тем, кого поймает охренеть. А второй прогноз, если ты в том, что все уверены, что прыгают все, тогда надо прыгать. Потому что вероятно, что тебя схватит одна пятнадцатая или одна двадцатая. Понятно, да? То есть прогноза нет. Вот в физике говорят, блин, вот чего стоит ваша наука так, если вы говорите, что у вас два прогноза совершенно противоположных по смыслу. И оба равновесные. Но на самом деле наука чего-то стоит. И сейчас я вам это докажу. Значит, прежде всего заметим, прежде всего заметим, что, значит, в процессе, когда электричка едет, это как бы такой фазовый переход, да? Фазовый переход. Из одного равновесия быстро спонтанно перестраивается на другой. Значит, нам нужно придумать механизм, который исключает то плохое равновесие. Сейчас будем придумывать. Вот, допустим, охранник может что-то объявить. Вот что-нибудь объявить во всеуслышание. Что ему нужно объявить, чтобы исключить вот это плохое равновесие? Ну, на самом деле это не очень, как бы так просто догадаться до этого сложно. Поэтому, наверное, я не буду, ну так, если бы у нас было побольше времени, и мы бы это могли пообсуждать. Ну да, давай немножко пообсуждать, да. Он вызывает веерный охранник? Нет, 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 нет. В равных только аттестации. Вот у нас был один охранник, и только он. Он запугивает их? Ну, они не верят. Ну, он же один, вот он один, да? Ну, а он видит, что она идет все равно. Ну, то есть, когда она пойдет, они прыгнут. Если польза дальше не верится. Ну, это любая информация неверная, которую можно сообщить, она как бы разорвется, а будет понимание, что она неверная. То есть, здесь надо сообщить что-то, что кардинально меняет стимул их поведения. Сразу предупреждаю, это что-то, что вот в реальной прямой жизни непосредственно все-таки неприменимо. Хотя один раз я поговорил с охранником, спросил, не хочет ли он так сделать. Он говорит, да нет. Ну, это как бы, ну, проход бесплатный, конечно, решит проблему, но для государства не решит. Может, вас ищет, что штрафа уже в 12 с каждым годом? Штраф, к сожалению, он был очень небольшой, типа 100 рублей при билете там 20 или 25, и он не имел права сделать другим штрафом. Он, это не так, как бы, штрафа не ловит. У него есть совершенно четкие полномочия ловить. И это все, что он может. Вопросы стратегии ловли. Как бы, наверное, намек, да? Стратегия ловли. О, о, я слышал, вот, я слышал какие-то намеки. Вот слово «самого». Ловить «самого», да? Или первого, или последого. «Самого» кого? Ну, если первого, ну, они все пошли. Если последнего, то тоже все пошли. Как сделать… Вот кого именно «самого»? «Самого» такое, как и всех, чтобы на всех повлиять. Правильно. Нужно придумать что-то, что вот вроде как «самого», но повлияет на всех. Вот, да-да-да, вот надо эту мысль дорабатывать до конца. Какого именно «самого», чтобы повлиял на всех. Вот, смотрите. «Самого»? «Самого»? Нет, они проявляют одновременно. «Толстого»? «А? «Толстого»? «Отлично! Но я предлагаю «самого» высокого». Как проще. Было предложение «самого толстого», это тоже годится. Нужно взять какой-то параметр, по которому они различаются. Например, высота, рост. «Я ловлю «самого» высокого». Все. И теперь, смотрите. «Самый высокий» думает, значит, я не прыгаю, потому что я здесь самый высокий. А второй думает, что? «Самый высокий». Второй думает, тот не прыгает, он самый высокий. Я же не дурак, чтобы это не понимать. Значит, из всех прыгающих я был «самый высокий». Значит, я не прыгаю. А что думает третий по высоте? Блин, эти двое не в игре. Значит, меня будут ловить, да? И все. Мы скатываемся, скатываемся, скатываемся. В результате никто вообще не прыгает. Никто. Потому что в каждой компании кто-то, наконец, будет самый высокий, и он отлично будет понимать, что в этом случае он прыгает. Все. Все. Теорема. Это решение не просто реализует ноль. То есть, никто не идет. Оно реализует ноль коалиционно устойчивым образом. У них нет стимулок сговора. Потому что, опять же, в любой группе заговорщиков будет этот самый высокий, который он дадут по башке. Вот она, чистая теория построения механизмов. В чистом виде. Все в рамках его полномочий. Все. Кранты. Кранты. Вот так вот. Да. Я уже полгода предлагаю Министерству просвещения Российской Федерации и Министерству какого-нибудь еще там, не знаю, нам еще выше надо предлагать. Такую простую маленькую меру. Публиковать открытую ведомость и зарплат каждой школы. На сайте. Уволить. Сам. Вот так. И дальше, понятно, мы наказываем самых наглых. То есть, где у директоров видно, что все учителя по 10 тысяч получают, а он 500 тысяч. Еще несколько его заместителей по 200. Ну, тюрьма. Следующий тоже тюрьма. Понятно, да? То есть, ну, я не понимаю, по каким причинам они никак не могут это сделать. Вот так просто. Вот эта вот одна мера, она повысит зарплату учителей по всей России в разы. Что-то боятся, что-то им не нравится в этом. Интересно, что им не нравится? Может быть, в республике Адыгея это реализовать как флагман? Флагман. В нашей республике будет флагманское решение. И остальные возьмут. Пример. Можно будет получить награду от правительства. Вот... Ну, вернемся к турникетам. Значит, смотрите, что мы сделали. Мы построили стратегию, которая не честная, она нетолерантная. Высоких людей мы не считаем за людей, да, но мы их наказываем. В результате она реализована как все по нулям, то есть в итоге все честно и толерантно, и все все воробно, никто не прыгает. Но она на стадии объявления оказалась несимметричной. В сегодняшних условиях, в сегодняшних современных условиях, такие стратегии крайне непроходные. Понятно, да? Крайне непроходные. Поэтому в реальной ситуации, вот воровство меди там или налогов, мы не имеем на это права. У нас нет такой свободы. А какая свобода у нас есть? Свобода есть только одна. По тому, какой выбор делают люди. Вот как с директорами. Это же их выбор был, столько там выписать в учителя, но столько-то это самое, да? В некоторых регионах действует правило. Просто правило, как в Москве. Правило зарплаты. Знаете, какое в Москве правило зарплаты? Директор получает коэффициент, как? Некоторый. Умноженный на среднюю зарплату нижней половины сотрудников школы. И здесь что? Вот так. Дело в том, что я знаю, кто придумал, но я не уверен, что он хочет, чтобы я его назвал. К тоже правильно написано. К зависит от результатов школы, от размера школы, от олимпиадных успехов. То есть там, если у директора хороший результат, там К до 4 доходит. Если плохие, до 2 падает. Но нигде оно не вот это самое, оно не очень большое. То есть ему вынуждены поднимать зарплату. Почему по своей-таки огромный зарплату на 4-е? Это же директорам это выгодно. Они себе это через это выписывают. Нет ничего проще. Вот вам правило. Где? Где? Где реализация правил? Где экономическая наука в действии? Надо ее воплощать, имприментировать, да, имприменять. Вот. Но вернемся сюда. Значит, в случае симметрии, в случае требования симметричности, мы можем исходить только из правил, которые построены на вашем личном выборе. Если ваш выбор больше, вы больше наказываетесь. Это понятно. Если вы больше воруете, вы больше наказываетесь. Здесь никто не скажет о том, что это нечестно. Ну, по крайней мере, слава тебе Господи, пока. Такого никто не говорит, что я не преступник. И, честно говоря, совершенно одинаково, типа, должны обходиться. Значит, если... Мы можем... Вот здесь нарушение такое дискретное. Ты нарушил или не нарушил. А в ситуации с налоговым укрытием можно исходить из уровня укрытия. Например, договориться о том, что 30% укрытия налогов – это норма, а вот 40% придет комиссия. Вот уже такое вот двухступенчатое правило уже довольно сильно в то время поправило ситуацию. Это первое, что мы тогда применили. В 90-е годы, в конце, было двуступенчатое правило, значит, там, до какого-то уровня, но, естественно, это же нигде не было написано, это там, в налоговых органах, там, в шептане, что там, вот у нас принято вот до стойких, да, больше у кого придет комиссия. Вот этот уровень, люди очень быстро вышли на него. Потом были следующие шаги. Вот. Ну вот, собственно говоря, дальше, я думаю, что мы... А, вот, 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 вот куда надо нажимать, да. Вот, значит, ну, вообще, я хотел еще про равновесие нэши немножко поговорить, что в теории игр равновесие нэши окружают нас всюду. Скажем, правило правостороннего движения – это некоторое равновесие нэши. Другое равновесие нэши – это правило левостороннего движения, да. К чему на островах? Ну, потому что трудно представить, где правило, вот это переходит в то, да. Совершенно непонятно, как можно устроить, чтобы в какой-то суше, части суши такое, в какой-то такое, там, дороги должны как-то перестраиваться в этом месте сильно. Но вот на железной дороге на казанском направлении идет левостороннее, а потом оно, хоп, вот так вот, и становится правосторонним. То есть один путь за другой вот так заходит, и все. То есть, и левый наверх его как бы объезжает, и становится правосторонним, в районе Коренева. Это подмосковное Коренева, это казацкое направление, там вот правостороннее переход лево. Но, как бы так, на суше, конечно, трудно представить, чтобы водители, вот только было правостороннее, стало лево. Поэтому, в основном, на островных государствах левостороннее так сложилось, а в других местах правостороннее. Иными словами, как бы такое такое топологическое, да, свойство. На всех компонентах связности Земли действует однотипное правило, но на разных компонентах разное. Вот. Потом, значит, ну вот сравнить на силу вузов тоже, это такая, это бывшая коронная СНШ. Все верят в то, что там данный вуз крутой, поэтому туда идут очень сильные абитуриенты, но именно поэтому туда идут хорошие преподаватели, которые верят, что у них будут сильные абитуриенты, абитуриенты верят, что у них будут хорошие преподаватели. Ну и в обратном, к сожалению, тоже действует. Институт бумажных денег. Это чистейшая организация НЭШа. Когда вы берете деньгу за свою работу, вы берете то, что непосредственно вы принять не можете, вы должны за нее что-то купить, да. Вы верите в то, что, когда вы пойдете в магазин, она еще не обесценится. Поэтому в периоды гиперинфляции вот эта равновесия падает, и происходит полный хаос. Все это знают, например, гиперинфляции в разных странах. В Германии была в какой-то момент, где-то в Аргентине что-ли была. Ну у нас так, в 90-е непонятно, кто-то из экономистов считает, что это была гиперинфляция, кто-то скорее говорит, что это еще не гипер. Просто очень сильная инфляция. Но суть в том, что мера бумажной деньги – это инвентарная СНЭШа. Если она разрушается, то общество плохо. Очень плохо. Вообще любой общественный институт, какие-то правила, соглашения о чем-то. Если все остальные их выполняют, вы тоже их выполняете, вам это как бы выгодно. Если никто перестает, все перестают их выполнять, то вроде как, если всюду вокруг грязно, то кинуть там обертку, ну вроде как ничего не заметно, вам удобнее не везти домой. Но если вокруг чисто, вам и самому неприятно, ну и когда вам подойдут и скажут, а что же вы, дорогой, тут солите, да, это же нехорошо. Потому что опять же возникает как бы два равновесия. Равновесие чистых улиц и равновесие грязных улиц. Вот. Значит, про эффективное решение вот этой вот задачи с турникетами и про реальную жизнь. Значит, в реальной жизни, сейчас я расскажу вам на доске, как выглядят механизмы, которые работают просто. И на этом мы завершим. Значит, давайте вот так сделаем. Идея подчеркивается из вот этой ситуации с начальником, который пришел и смотрит, кто в этот момент отлынивает. Он выбирает случайным образом в момент прихода и смотрит, кто отлынивает, и всех с одинаковой вероятностью наказывает. Идея механизма следующая. Мы вводим вот этот механизм в случае, когда есть параметр нарушения. Ну, я, кстати, нарисую буквки немножко, да? То есть, каждый из участников, ой, у меня какая-то синяя рамка появилась. Значит, допустим, ну, давайте у нас десять, допустим, участников, да? Десять, десять цехов, например. И в каждом из них вот это вот процент, процент сворованной меди. Вот. Ну, давайте вот на этом примере сделаем. И мы должны им продиктовать правила наказания, как именно его штрафовать. И мы говорим следующее. Вот сейчас я выпишу этот механизм, которые действуют устойчивым сговорным образом. То есть, то, чему вот вжделенное свойство устойчивости к сговору. То есть, чтобы люди не могли вступить в коалицию и нарушать закон, договариваясь друг с другом. Значит, действует, правило действует так. Дается несколько таких порогов. Вот это вот, первый порог там. Вот отсюда вообще, как бы, в коем виде возвращается просто. Вот это вот, так сказать, сколько можно. Ну-ка. Знаете, на шоколадных фабриках, знаете, какое правило действует, да? По крайней мере, раньше. Ешь сколько хочешь. Ну, не выносили, да? Вот. Ну, это вот тот самый законник, да, вот ешь. Чуть менее можно съесть. Дальше, значит, вот это уже, как бы, это уже штраф, если поймают. Значит, дальше, соответственно, все больше и больше. Ну, и вот дальше мы смотрим, что каждому уровню приписывается, вот если вот этот порог превзошел, то будет дополнительное наказание для всех, кто превзошел этот порог. То есть вот это дополнительное наказание в случае с начальником, который следит за отлыниванием от работ, это дополнительная вероятность визита. Визита в этот момент. Вот эту вероятность визита в момент Z1. Соответственно, если вот после этого момента Z1 вот три человека, то делится на три. На количество тех, кто превзошел этот порог. Понятно, да? То есть вот эта вот величина наказания делится на количество тех, кто относится к группе, ну, к которому это наказание должно примениться. Дальше есть следующая дополнительная величина. Вот если еще и вот этот порог ты превзошел, ты вообще, ага, страшный. Соответственно, делится уже на количество тех, кто превзошел этот порог. То есть если у меня есть четыре человека, скажем, и вот они вот здесь, здесь, здесь и здесь, то А1 делится на всех четырех, получается штраф А1 делить на четыре. А2 делится на этих трех, потому что этот уже как бы не в теме. А3, следующая порция наказания делится на одного всего лишь, потому что все остальные меньше выбрали. Ну и А4 уже не применяется, потому что нет никого, кому бы можно было его применить. Вот получается вот такая, соответственно, форма. Ну, делится на днице, то есть ни на что не делится. Значит, вот этот механизм, эта стратегия наказания, она проходит лейтмотивно, лейтмотивно через все перечисленные мной модели. Она используется сейчас, это такая как бы, и более того, где-то ведь они, они где-то как-то висели. А, вот тут, да? Вот тут они висят. Нет, тут висят. А где они висели? А, все. Вот. Значит, сейчас еще новая область применения этих механизмов. Добыча биткоина. Ну и вообще криптовалют. Когда люди сидят на одном серваке, вопрос, насколько интенсивно ты используешь сервак. Да, нужно как бы заплатить за этот сервер, но в зависимости от того, сколько другие используют. Вот, насколько интенсивно. И вот такие же формулы применяются и тоже являются коллекционно устойчивыми. Собственно, результат про коллекционную устойчивость этих формул – это первая глава моей календарской институтации и формулировка, грубо говоря, за что я был избран в Академию наук. Ну и, собственно, наверное, на этом нашу обзорную лекцию мы можем подвести к концу. Сейчас я… Вот. Значит, что я хотел еще сказать. Это всех позвать на канал «Маткульт.Привет», который я веду с друзьями, с моими помощниками. YouTube-канал «Маткульт.Привет». Сайт «савватеев.xyz». Тут неудачно синее на синее. «савватеев.xyz». Там очень много разных материалов. У нас вышла книга с Александром Филатовым, которая называется «Занимательная экономика или теория экономических механизмов от А до Я». Пока еще ее здесь нет, но мы ее привезем в какой-то момент. Может быть, даже презентация будет в городе. Я там с АСТ об этом сейчас веду разговор. И еще вышла книга с авторсис Николаем Казимировым, который записал 100 уроков математики на бумагу с кучей упражнений. У нас с ним вышла книга «Введение в настоящую математику». Ну и на самом деле это все есть в интернете, прямо на сайте. Кто хочет в бумажном виде, это надо покупать, а кто хочет в электронном, то можно скачать. Телеграм-канал о проблемах образования и наши разработки «Родная школа РФ». Это моя команда тех, кто, ну такие приятные люди в школе находящиеся. Там Миша Богданов один из главных, который учитель в Питере. Ну и мы там предлагаем свой ответ на сегодняшние вызовы, потому что вызовы на самом деле очень большие у системы образования. У нас есть совершенно конкретный ответ. Вот, можете с ним ознакомиться. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ